От былого лоска мало что осталось. В начале прошлого века этот особняк на Чапаевской 165 был жемчужиной. Тогда его построили в новом стиле – модерн. Проект дома заказал врач Эрих Эрн, архитектору Александру Щербачеву. За неординарность и передовое мышление медика прозвали мужчиной модерна. А особняк долгие годы был одним из знаковых в уездном городе. Большую часть особняков в историческом центре Самары спроектировали архитекторы, которые позже работали над столичными проектами. Но модерну идет юность. Поэтому именно первые работы выделяются на фоне всего русского модерна. Проходя мимо еще одного примера раннего модерна, все мысли непроизвольно переводятся на французский. Все потому, что эта постройка 1909 года представляет собой ярчайший пример архитектурного стиля Арнуво. Это французский модерн. Этот уютный камерный дом некогда принадлежал семье купца Новокрещенова. Асимметрия, декоративность, символичность, построение изнутри, снаружу, яркий и пышный образ, выдают в особняке год его постройки. Модерн в Самаре начинает зарождаться в 1900 году, когда в городе активно занимаются торговлей крупы. Самарское зерно отправляют к двору императора и даже за рубеж. Доходы, которые получали от продажи зерновых культур, эквивалентны нынешним от нефти. В город на Средней Волге приходили большие деньги. Здесь появляются большие деньги, большие капиталы. Люди, которые сколотили эти большие капиталы, волей-неволей в свое время начинают задумываться о том, не только как прирастить еще больше, но и о том, как их с умом потратить, как правильно и красиво обустроить свою жизнь. Вот стиль модерн, который начинает входить в моду, который начинает проявляться именно в это время, он как раз и отразил то, что хотели эти люди. Была возможность это все воплотить в лучшем виде. Была возможность, был богатый город, купцы это сделали, война это пощадила. Но с каждым годом здание в этом стиле становится скромнее на фоне исторических событий. Первые постройки выделяются своей нарядностью. Самым ярким особняком в городе по праву считается доходный дом Алексея Нуйчева. Здесь и атланты, и слоны, и бабочки, и многочисленные цветы. На сегодняшний день в Самаре порядка 50 домов в стиле модерн. По количеству и качеству отделки город на Средней Волге занимает третью строчку по стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Все эти параллели, все эти использования опыта своих коллег в Европе, на мой взгляд, наоборот, включает самарский модерн в общеевропейский и общемировой контекст. И вот эти вот ниточки, которые можно провести от Самары к Брюсселю, от Самары к Берлину, от Самары к Киеву или другим европейским городам, мне кажется, это нас, наоборот, еще больше роднит и еще больше повышает ценность того наследия, которое у нас есть. В Самаре расположился единственный в стране пример, в котором сочетаются все признаки модерна, как внутри, так снаружи. Одна только уникальная плитка на фасаде, сохранившаяся до наших дней, представляет собой большую ценность. Более того, даже мебель в особняке выполнена в соответствующем стиле. Сегодня здесь, в особняке Курлиной, разместился музей модерна. К знаковым домам в этом стиле в Самаре относят еще и дачу со слонами купца Головкина, отель Бристоль Жигули, особняк Сурошникова, выполненный в стиле столичного Ярославского вокзала. Ансамбль из архитектурных изысков в исторической части Самары делает ее исключительной. Прогуливаясь по старому городу, фактически посещаешь музей под открытым небом. Мария Левина, Сергей Баскин, Николай Епифанов. События.